Собрал мотор этот с Кианира. Здесь была проблема и с подшипниками ротора, но одного только, который снаружи, внутренний, был более-менее нормальный. И все аналогично, как и во всех остальных, в редукторе. Выпавшая заглушка, болтался подшипник и шумел на первичном валу и на вторичном валу. На конических подшипниках я показывал, что была выработка. А вот мотор нам привезли. Это мотор Peugeot Citroёn Continental. Судя по иероглифам, это какой-то китайский автомобиль, китайский Peugeot. И этот мотор не проворачивается. Такого мотора у нас еще не было. Его вроде как вскрывали, смотрели, по отдельности подшипники вращаются, но сам ротор в моторе не прокручивается. Этот автомобиль после ДТП. Его нам тоже прислали в таком виде. И теперь его тоже разберем и посмотрим, что здесь. Почему он не вращается. Кстати, здесь вот видно, что стоит, если на Киа Нира стоит графитовая щетка, то здесь стоит тоже щеточка. Вот такая вот щетка стоит. И она снимает наведенные токи с ротора, дабы не убить подшипники ротора. Снял крышки мотора. И подшипники у нас нормальные один, и второй подшипник у нас нормальный. Но, похоже, у нас есть проблема, что сам ротор почему-то не прокручивается. Либо он не центруется там, либо же по какой-то причине он не прокручивается. В общем, сейчас надо будет вытащить его отсюда. Большая проблема с тем, что здесь стоят магнитные одиновые. И он очень сильно примагничивается к статору. И в этом есть некая проблема. На Тесле в этом смысле все гораздо проще. Ротор вытащил со статора. И все без проблем. Здесь же немножко все по-другому. В общем, сейчас буду отсюда его вытаскивать. И смотреть, что у нас. Почему он не прокручивается. А он реально не прокручивается. Уплотняется по торцу резиновыми такими прокладками для охлаждения статора. В общем, такой самый обычный мотор. Но что-то пошло не так. Пресс есть пресс, да? Так есть. Здесь виден след какой-то. Как приржавело. При этом ржавчины нет. Или приварилось. И такие же следы есть здесь. Что могло произойти, остается загадкой. В общем, сейчас нужно будет пластинки чуть подровнять. И пробовать этот мотор собирать. Подшипники даже не шумят. Это мотор Peugeot 3M, но стоял на каком-то Opel. Крышки здесь вроде центруются нормально и не болтаются. И здесь вот видны цвета побежалости. Скорее всего, ротор каким-то образом начал касаться статора. И в какой-то момент, когда она остановилась, она просто из-за того, что было нагрето, она просто приварилась туда. Сейчас взял вот такой лепестковый круг и на статоре почистил этот наплыв, который здесь был. Сейчас уже его нету. И чуть-чуть наждачкой тиранул здесь. Загладил, заполировал. На вибрацию никак не должно сказаться. И теперь нужно будет это все продуть и пробовать ставить. Есть небольшой радиальный люфт. И судя по тому, что здесь есть какая-то такая коррозия непонятная, все-таки будем рекомендовать его заменить. И соберем, посмотрим, будет ли он вращаться или нет. Чтобы ротор не закусил в статоре, обернул ее PET-баклажкой, немножко термоусадил. И сейчас попробую ее, попробую ротор засадить в статор. Ротор заскочил туда как родной. Я даже не ожидал, что он так заскочит. Чтобы вытащить легче в ленту эту, которая осталась, я хочу поставить крышку, чтобы эта часть ротора уже была отцентрована. Дальше постараюсь вытащить ее и поставить вторую крышку. Собраны уже оба мотора. И Peugeot Citroёn, который стоит на Opel'е, и с Kia Niro. И вот хотел показать, как здесь выглядит щетка для снятия наведенных токов. Она трется по валу. Аналогично на Hyundai Kia. Только на Hyundai Kia она сделана в виде графитовых волосинок. На сальнике точно так же и на Тесле. Вставлю здесь, где-нибудь здесь, или здесь, или здесь. Будет фотография этого сальничка, этой щеточки. А здесь щетка, как обычная классическая щетка, на болгарках, на стартере. Она закорачивает ротор на массу. Вот такая вот конструкция здесь, этой щетки. Теперь мотор этот мы отправим, а этот будем устанавливать. Снимали его не мы, поэтому сняты немножко по-другому, в отличие от того, как мы снимаем. Но, думаю, разберемся. И поставим его, протестируем, как машинка поедет. Периодически нам привозят моторы для ремонта. А это какой-то маленький моторчик. Это генератор, стартер-генератор, вернее, мотор-генератор 1, по-моему, он так называется, с Citroёна Peugeot гибридного. И владелец говорит, что он заклиненный. И неудивительно, там есть какие-то посторонние шумы. Он нужен для запуска автомобиля и для зарядки высоковольтной батареи. Сейчас попробуем вскрыть его, посмотрим, что с ним и почему он клинит. Еще мы по Peugeot делали задние электромоторы. У меня на канале много таких видео. Периодически батарейки в ремонт попадают. А MG1 еще ни разу не делали. Поэтому сейчас вскроем, посмотрим, что с ним и чего он не работает. Этот генератор, он с жидкостным охлаждением. И, по сути, это трехфазный электромотор. Так, надо. Резольвер. Раз, резольвер. Кстати, какой-то запах с ним. С горелого генератора. Ну, что-то реально воняет каким-то неприятным очень. Рацук. Кстати, только электронщик мог догадаться поставить такой чехол, для того, чтобы, когда воздух будет выходить, за счет того, что воздух в обратную сторону, реактивный момент прижимает гайковерт к гайке. Не слизываются гайки. Все продумал. Так, я не знаю, крышку скидывает. Ну, скину. Ну, раз уж. Ну, это как раз наш развалившийся подшипник. Отсутствует сепаратор. И сепаратор, и шарики съехали. Теперь можно взять даже этот. Она уже эта магнитная держит. Звезду и звездой выдвинует. Оно вылезет этот. Он удалился. Е-мое. Для там сепаратора смолотил. Кстати, тут видишь, какой он ступенчатый. Да, как на рулевой рейке. Ну, он пластиковый. Вроде тут не покоться до ничего. Ну, да. Да, чисто смазка и пластиковая стружка. Короче, замена подшипника. Но, как оказалось, подшипники, вышедшие из строя, и немножко вывели из строя и саму обмотку статора. И вот можно видеть, где она пробивает. Убери. Еще раз ставь. Не видно? Нет, уже не. А, вон есть. Да. Просто поставь. Ну, сейчас. Вон. Видно, как пробивает искра. И вот теперь такая проблемка пробивает. Такая же проблема у нас была с моторами Mitsubishi Outlander гибридным. Сверху мин. Сверху мин. Сверху мин. Сверху мин. Сверху мин. Сверху мин. Люди. Вон. Сверху мин. Сверху мин. aktям. Сверху мин. 쳐. Вон. Играет эфина. Играет гиб be funds. Продолжение следует...